Итак, давайте начнем с того, что мы имеем право с вами, а что мы не имеем. Итак, первое. У нас с вами переходный период, который завершится тогда, когда мы с вами в соответствии с законами Российской Федерации изберем законодательные органы власти. Потому что на сегодняшний момент у нас с вами две так называемые ветви власти. Это хомяки, сидящие в Горсовете, которых мы должны были убрать с вами 24 числа, но почему-то господин Чалый категорически отказался этого делать. Это первое. И второе, так называемая администрация, которую у нас с вами там легитимно или нелегитимно представляет господин Белик, который является таким же хомяком, который сидят в Горском Совете. Итак, согласно закону, который вроде бы у нас де-факто еще работает или не работает, мы с вами подаем уведомление заблаговременно в органы исполнительной власти, либо по закону Российской Федерации мы подаем с вами за 10 суток в органы исполнительной власти. Но на сегодняшний момент у нас органов исполнительной власти не существует, потому что у нас есть ИО, исполняющий обязанности губернатора, ИО, выполняющего обязанности начальника или председателя администрации, и так называемые ИО-75 хомячков, которые называют себя депутатами законодательного собрания. То есть на сегодняшний момент у нас переходный период. В соответствии с решением Государственной Думы Российской Федерации, выборы у нас с вами 14 сентября. И вот в тот момент, когда мы выберем с вами законодательное собрание, когда согласно уставу, который приняли эти хомячки, является антинародным, потому что не мы с вами опять выбираем губернатора, а выбирают они, вот и представьте себе опять, нам с вами опять Украина запрещала избирать своего губернатора, и сейчас опять нам запрещают его избирать. Поэтому, когда мы говорим, что мы выходим сюда и говорим против коррупции, что в начале, когда 23 числа пришли февраля сюда севастопольцы, что их собрало? Их собрал страх, что сюда в результате вооруженного переворота в Киеве пришла хунта, которые вокруг себя собирают таких тварей, как свобода, правый сектор и иже с ними. И они пообещали приехать к нам сюда в гости, и заявили, что Крым будет каким? Украинским или никаким? Или нас здесь с вами не будет? И вот тут севастопольцы сплотились в едином порыве. И действительно, 23 числа пришли сюда, избрали народного мэра, а мы его поддержали, русские организации. И он взял на себя три обязательства. Севастополь в России, он отдельный федеральный округ, и самое главное для нас с вами что? То, что объявил самым главным для себя президент России Владимир Владимирович Путин. Это борьба с коррупцией. Но если в России коррупция проросла, там, ну, я не знаю, там, с каких верхов и донизу, то есть их там выкорчевывают, мы-то с вами можем с белого листа этот все начать. Согласны? Что для этого надо было сделать? Надо было просто-напросто убрать хомячков, назначить исполняющие обязанности, как они все сейчас. И они бы исполняли свои обязанности до 14 сентября. Все элементарно просто. Но посмотрите, что интересное происходит. Вот, к сожалению, большинство севастопольцев сейчас успокоилось, сложили руки на животе и радуются, мы в России. А как мы будем жить в России? Опять Белики, Саратовы, Жуньки и вся остальная вот эта свора опять будут нам указывать, как жить, опять будут дербанить все, что там есть. Вы этого хотите? Нет! Ну так простите меня, когда мы хотим выйти сюда и об этом сказать, нам приходит участковый инспектор с райотдела полиции города Москва и начинает там объяснять, почему мы не можем провести здесь митинг против коррупции. Либо они за коррупцию, либо непонятно. И когда человеку начинаешь объяснять, не рассказывайте мне законы Российской Федерации, я их знаю, но на сегодняшний момент у нас переходный период, и мы имеем право выходить сюда. Тем более мы заблаговременно уведомили и вас, и даже черт с ним пошли в эту государственную администрацию, и у них там стоит скринька, куда бросили бумажку. Кто-нибудь из вас пытался сейчас в администрацию пройти? Нет. Правильно, и не пытаетесь, не пройдете. А где не обожался на вопросы? Вопросы будут потом, сначала выступления. У нас с вами не брейринг. А кто вы такой? Итак, извините, я не представился, моя фамилия Тюнин Владимир Леонидович, я являюсь председателем Координационного Совета Русских Организаций Таврии и Севастополи. Это та организация, которая все эти годы отстаивала наше право на воссоединение с Россией. Независимо от того, что нас заводили уголовные дела, нас прессовали, а сейчас получается, что ничего не меняется. Нормально. Так вот, о чем мы с вами говорим здесь? Коррупция процветает. Вот последнюю неделю чем занимались русские организации? Тем, что отбивали нападки на Парк Победы. Вот кого из вас не достали уплотнительной застройки в нашем городе? Всех. Всех достали. Но самое интересное, поднимаются люди, сносят, потом опять заходят, опять начинают строить и показывают бумажки. Как у нас бумажки получались здесь, в Севастополе? Заносишь деньги в одно место, в другое место, в третье, и вот он у меня пакет документов. И я строю законно. А то, что я, выглядывая из своего окна, пожимаю руку соседу и говорю, привет, сосед, никого не волнует. Потому что они построили, сдали, заработали денег и пошли в другое место. И вот вы посмотрите, Парк Победы, это единственный наш с вами парк. У нас есть исторический бульвар, на котором мафы, различные наливайки и так далее. Парк Победы, правую сторону, включая Банковскую Академию, уже застроили жилыми домами. Теперь они добираются до левой стороны. И самое интересное, мы строим здесь торгово-развлекательный комплекс. Опаньки, 12-этажный. Это что же за комплекс? Значит, там будут опять квартиры. Идем из Парка Победы дальше. Выходим на пляж. Кто ходит на пляж купаться летом Парка Победы? Ходите? Прекрасно. А вот теперь мы с вами будем идти по центральной аллее этого парка. И у нас слева и справа будут стоять наливайки. Это раз. Спускаемся вниз на пляж. Только спустились. С правой стороны наши господа решили построить пятиэтажный развлекательно-культурный центр. Он нам там нужен? Нет. А они его хотят строить. И уже три раза, три раза сносили этот забор. И уже последний раз испилили, извините меня, и брусы эти деревянные, которые были. И сказали, что строительства здесь не будет. И левую сторону отстояли. Вот смотрите, они охрану уже нанимают. Причем с Украины охрану. Которые сюда приезжают. И за 50 гривен в час они стоят и защищают вот эти незаконные стройки от нас с вами. Причем газом травят людей. Это нормально? И самое интересное, ведь сейчас никто решение принимать не может. Мы отправили послание нашему губернатору, где написали, здесь очень простой выход. Наложите мораторий на проведение строительных работ, которые не начались до 23 февраля. Это первое. И второе. В тех местах, где есть проблемы с общественностью, где люди поднимаются. Теперь, мне говорят о законе. Кто против того, чтобы у нас построили здесь кадетский корпус? Никто. Все за. Но почему кадетский корпус строится без всяких разрешительных документов? То есть нам с вами нужно все по закону, а там, где хочется, там делается без закона. Так простите меня. Что тогда меняется? Дальше. Почему при строительстве кадетского корпуса у нас опять отрезается прибрежная территория? На каком основании? Ведь закон един. И что в Укропопии был закон, и что в России прибрежную зону занимать нельзя. Мы, когда были с делегацией в Москве, обратно летели, чтобы встретиться с казаком, были в Сочи. В Сочи 6 километров пляжа, свободного от всего. Прекрасные дорожки. Нет ни торговли, ничего. Пляжи свободные. Значит, в Сочи можно сделать, а в Севастополе у нас с вами с каждым годом прибрежная территория все меньше и меньше становится. Скоро и плюнуть будет некуда. Мы не выйдем. Нас это устраивает? Нет! Ну так подождите, почему же тогда мы не можем выйти сюда и поговорить об этом, чтобы нас там услышали? Начинают принимать законы о выборах. 24 депутата законодательного собрания. Предложение, насколько я понимаю, я задаю вопрос, от Единой России. Давайте 16 будем выбирать по партийным спискам, а только 8 по мажоритарке. Подождите, а каким образом? Наверное, 50 на 50, что на то пошло. Хотя для города было бы справедливо всех по мажоритарке. Потому что партийные списки закрыты. То есть вы выберете кота в мешке. И вы посмотрите, почти все депутаты городского совета уже пролезли в какие-то партии. И мы с вами не узнаем, только узнаем, когда придут хорошие лица и сядет, например, Жунько, Саратов, Белик. Их же с ними. И будут сидеть и вот так вот руками... Ну, ребята, теперь мы порулим. Мы этого хотим? Нет! Так вот, я хочу, чтобы наш доблестный ИО-губернатора нас слышал. А то нам уже начинают рассказывать, что здесь оказывается огромная необходимость построить большую мечеть. А еще этой не хватает? Одной хватает. Дайте деньги на ремонт, ремонтируйте, им не мешают. Хотя жители, я насколько понимаю, близ лежащего района крайне недовольны. Потому что пять раз в день они слушают там определенные... Нет, 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 одно определенное там словосочетание и так далее. Понимаете? И этого никто не слышит. То есть у меня создается такое впечатление, что опять наша власть, которая ИО, которой никто не давал полномочий. Потому что мы избирали с вами этого губернатора? Его назначили. Но я смотрел интервью, когда Чалый был у Владимира Владимировича Путина вместе с Миняйло. Кто-нибудь смотрел из вас? Отлично. А помнит кто-нибудь произнесение фразы? Сергей Иванович с самого начала помогал нам, организовывал отряды самообороны. Такой он был хороший. И я думаю, странно. Вот я вроде занимался этими отрядами вначале, я его не видел. Но думаю, может что-то не понимаю. Иду к Литвинову, спрашиваю, ты видел Витя его? Нет, не видел. Так зачем свою работу здесь? Надо начинать со лжи. Это уже наводит на какие-то определенные мысли. Я перед администрацией был с инициативной группой против строительства. Когда начиналась с вами наша весна, правда в феврале весна, но не суть важна. У нас с вами стоял вот этот бордюрчик, который не пускал в госадминистрацию. Чалому говорили, давайте уберем этот бордюр. Потому что в городсовет в принципе можно зайти. Они конечно по кабинетам там прячутся, но зайти можно. Здесь, чтобы народ видел, что власть не прячется от своего народа, давайте уберем. Сказал, хорошо. И через три дня там встал металл этот, рамка. Плюс поставили милицию, плюс вооруженную милицию. И сейчас попробуйте пройти. И вот вы бумагу, которую вы несете туда, вы бросаете в скриньку, а номера входящего вам не дают. Кто-нибудь из вас ответ получил оттуда? Нет. Мы предложили встретиться губернатору с руководителями русских организаций, поговорить. Тишина. Но зато вы посмотрите, вот кто-то придет туда, посмотрите, какие хомячки все время туда забегают. Наши предприниматели, еще что-то, и бегают там с бумажками, потом выходят все с такими довольными лицами. И я думаю, в интересах же кого решаются там эти вопросы? В наших или в интересах опять наших господ предпринимателей? Которые, как я говорил, все время потирали руки. Донецке ушли, теперь мы хозяева здесь. А я всегда говорил, ребята, хозяева здесь, народ Севастополя. Просто, к сожалению, мы с вами, как говорят, русский человек, это как курица не птица, пока не пнешь, не полетит. Вот и нас с вами начинают объединять только тогда, когда есть проблема. Но вот мы в Парке Победы отстояли ее и успокоились. А что, на Хрусталево-161 нет такой же проблемы? Есть. Так я и говорю, так давайте объединимся с вами, давайте на выборы сделаем так, чтобы ни одна вот эта сволочь не пришла опять туда к власти. У нас с вами, извините, большинство сотрудников СБУ сидят пока на своих местах. Те сотрудники полиции, которые были повязаны с прокуратурой, я уж молчу про судей, они все сидят на своих местах. И они уверены, что они там и будут сидеть. То есть получается, что я как не мог решить вопросы без денег, так я их и не решу. И самое интересное, у нас с вами кулуарно создаются Союз журналистов России, об этом никто не знает. А уже Союз юристов создали. А знаете, кто его возглавляет здесь? Нет, председатель административного апелляционного суда Юрочка Ширенин. Нормально. Продолжаем дальше веселый список. У нас с вами президент России создал фонд, да? Общенародный фонд, да? Фронт, который занимается выявлением коррупции. Оказывается, он в Севастополе у нас тоже создан. И они уже даже в Москве побывали. А из вас кто-то там был? А кто бы отказался вступить в этот фронт и тоже бичевать и выкорчевывать коррупцию отсюда? Ну, наверное, все. Но вас не пригласили. А кто там? Посмотрите, все эти партии, которые что-то тут проводят втихаря. Я очень радовался, когда узнал, что приехал Владимир Вольфович сюда, в Севастополь. Ректорика прекрасная. Он за русских людей. Все замечательно. А потом узнаю, что у него там в этой партии Рыбаков, который возглавлял здесь, извините, еврейскую партию Союз с господинами Римского. И два прекрасных депутата с хорошими русскими фамилиями. Бурштейн и Непран. Нормально. Нас будут защищать. Хорошо. И вот это все идет, понимаете? Идет, идет, за шагом шаг. И мы постепенно отдаем наши позиции. И мы постепенно опять превращаемся в тот гумус, который нужен для того, чтобы прийти на выборы и отдать свои голоса этим хомякам. Кто с этим согласен? Нет. Поэтому я хочу еще раз, чтобы вы поняли и поверили в себя. И Севастополь, и Крым, я каждый раз об этом говорю, имеют исключительную возможность сейчас начать с белого листа. Чтобы вы могли прийти в кабинет чиновника, и он вас слушал. А обычно, когда в администрацию вы входили, как на вас смотрели? Борщица. Вот. А я чем и говорю. И мне доставляло истинное удовольствие приходить их туда и строить их там. Потому что законы надо знать. Так они должны, это наши слуги. А у нас слуги живут лучше хозяев, а мы хозяева. Вот я не хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы у нас законодательное собрало было нашим. Чтобы у нас губернатор был наш. Севастопольский, который проблемы наши знает. И которого на улице можно встретить и сказать. Что ж ты, Петрович, засранец? Ты же здесь родился. Твои дети и внуки здесь живут. Что ж ты принимаешь решение? А иначе что у нас будет с вами? Но самое интересное, ведь они и это не хотят слышать. Очень интересное было выступление у губернатора. Я буду бороться с коррупцией и с революционерами. То есть те люди, которые привели тебя в этот кабинет. Которые Чалова привели в кабинет. Потому что почему-то все Чаллы... Ну давайте его канонизируем. Чалова привели люди Севастополя сюда. Заставляли делать. Но самое интересное, что бы вы ни говорили. Он не сделал самое главное, что обещал. Он не переформатировал власть. То есть он оставил тех же воров на своих местах и ушел. И вот это предательство Севастополя. Поэтому ради Бога, кто нравится... Еще раз говорю, я уважаю Алексея Михайловича за определенные дела. Я уважаю его за то, что он сделал нас федеральным округом отдельным. Слава ему и почет в этом плане. Но дальше-то идти надо было. А он этого не сделал. А мы ему с вами дали вот ум доверия. Значит наши надежды обмануты. Поэтому у нас с вами единственное. Мы теперь не боимся, что придет правый сектор. Мы с вами не боимся говорить на своем языке. Мы с вами наконец воплотили нашу мечту. Стали в Россию вернулись, в наш дом вернулись. А все остальное останется? Так вот если вы этого не хотите, мы не должны молчать. А вот этот митинг мы заявили за две недели. Но поскольку единственным органом, который соблюдает и смотрит за общественным порядком, и сегодня к нам приходили, это милиция. Мы и уведомили их. Потому что и по нашему закону, и по российскому милиция является органом исполнительной власти. А администрацию мы тоже уведомили. Но видите, нам сейчас после этого еще будут пытаться составить какие-то или протоколы, или еще что-то. Будут нас дергать. Мы с вами проводим противозаконные действия. Ну давайте забьемся по щелям и будем молчать. А нам будут управлять те же. А если мы этого не хотим, я всегда говорю, идите по своим районам. Первое. Мы хозяева города. Есть незаконные застройки. Звоните, пишите. Будем приходить и будем сносить чертовой матери. У нас с вами есть акты коррупции, о которых вы знаете. Сообщайте. Мы создали антикоррупционный комитет. Плюс к этому, сейчас хочу еще обратиться немножко не по теме. Звонят нам с вами с Юго-Востока. Вы знаете, что там происходит. И когда позвонила одна женщина о том, что хотят свою семью. Парень, который стоит на блокпостах, он хочет, чтобы жена с ребенком приехала сюда. Ну в принципе, нормальное желание. Вот мне задали вопрос. А можете устроить? А я растерялся. А не могу. А власти наши об этом не думают. Там денег не заработаешь, да? Ну я думаю, что же делать? Я тогда пошел сразу же на телевидение. Вот народный канал откликнулся. СТВ. Молодцы. И я там сказал, севастопольцы, дорогие мои. Давайте до тех пор, пока мы не пнем наше правительство, здесь местное. Кто из вас может принять людей из Донецка, Славянска, Луганска. Если они будут ехать сюда. Хотя бы вот на несколько месяцев, чтобы мы заставить могли власти сделать. Может быть дача у вас свободная, чтобы там люди пожили. То есть обращайтесь, чтобы приятно. Буквально через 5 минут после эфира уже звонили. Самое смешное, что звонили из Жанкоя, из Армянска. Я не могу понять, как до них там что-то дошло. Но звонят люди. Но севастопольцы, давайте тоже откликнемся. У нас есть сайт русское движение. Реф. Точка. Все. Русскими буквами набираете этот сайт. Вы можете там оставить вашу заявку. Там есть антикоррупционный комитет, куда вы тоже можете прислать. Вот уже на первого, на главврача первой горбольницы нам прислали все темы. Мы на следующей неделе будем поднимать. Если вы знаете чиновников, сотрудников милиции, судей, направляете свои материалы. Мы их должны, извините, по-русски говорят, трючить. По самое неболуй. Чтобы они опять не сидели в этих кабинетах. Иначе вы придете в суд, вы ничего не решите. Как у стариков забирали участки земельные, так и будут забирать. Как пенсии нищенские не давали им, так и будут не давать. Ну так может быть, хватит уже молчать. Давайте будем говорить. Тем более мы у себя на родине. О чем мы говорим? Мы поддерживаем президента в его борьбе с коррупцией. Мы хотим, чтобы здесь был порядок. Мы что-то требуем незаконного. И мы говорим, что Севастополь был, есть и останется самым русским городом. И мы должны быть с вами примером и в дальнейшем. И сказать, что если нас будут нагибать, то извините меня, мы вам покажем Кузькину мать. Все, спасибо большое. Слава Богу, что мы русские. Я вот все время говорю, вернее говорила, Бог создал два рая. Один на небесах, другой на земле. Это Севастополь. Этот рай за эти 23 года нам давался очень тяжело. И наконец-то все сказали, свершилось. И Севастополь ударился в пляс. Я помню свое последнее выступление здесь на митинге, многие обиделись. Когда я сказала, Москву ездят не те, но никто не хотел меня услышать. А в Москву-то уже едут. Едут с портфельчиками. Потому что там тоже есть такие же люди, которые ждут эти портфели. И смотрите, что мы получили. Значит, мы получили родину Россию и все тех же коррупционеров. Смотрите, что делает Белик. Если для вас никого не понятно. Он у нас уже стал героем народным. Оказывается, переползая из партии в партию, деребая нашу землю. И выдавая нашим ветеранам за их землю кильку в томате с гречкой, он все время совершал героический подвиг. Это он нас с вами... Да, и водку. Это он нам с вами вернул Россию. А какого черта он в 96-м году оттуда слинял и притащил с собой сюда своих друзей. И в 98-м году уже начал деребанить нашу землю. Нарушая все законы, стал депутатом горсовета и происпределению земли. Гнида. Гнида. А теперь эта гнида поползла дальше. Тихо. Первые дни глаза были испуганные. Потому что народ ему говорил, мы тебя вышвырнем. А потом смотрю после выборов. Хотя сто раз говорили, Алексей Михайлович, сейчас надо убрать всех. Сейчас. Нет, не время. Подождите. Время прошло. Выборы закончились. Белик уже побывал в Москве. Приехал. Все, глаза веселые. Я когда увидела эти блестящие веселые глаза, поняла. Все, царек состоялся. Медаль вручили. Если цисарь, который нам с вами читает слезные стихи постоянно, то прорит на Украину, то медаль за Севастополь. А он стоял где-то. Да вот именно, что нет. Так вот, это цисарь, который читает слезные стихи, то сначала прорит на Украину, потом про родину Россию. Мы уже в Народном фронте. Народный фронт создается молча, тихаря, и мы узнаем это только в сайтах, что 26 бакинских комиссаров определены. Половина из них молчащих, которые будут соглашаться со всеми, половина будут деребанить. Дальше. Цисарь в Народном фронте. Белик уже единородский, ему вручают здесь, Нарышкин, удостоверение. Тут же он посылает своего помощника, друга, собрата по бизнесу, Евгения Дубовика, к Сергею Миронову. А куда пошли, я сегодня писала ВКонтакте, его еще друзья, которые с наглой рожей, приехавшие сюда и имеющие здесь и стоянки, и магазины, и землю, выходят с нашей администрации так, как будто бы они действительно министры или царьки, а мы нищенские стоим. Я сказала, мы даже так не стояли во время Украины, когда у нас были здесь назначенцы. У нас хотя бы было два дня, это вторник и четверг мы проходили, теперь и вторник и четверг забрали, с общественностью встречаться не хотят. Я знаю, что многие говорят, Тюнина лишили какого-то места, так вот Тюнин сам ушел оттуда и зря ушел. Он должен был остаться там и деребанить их там каждый день, и Чалова, и Белика, Чалому напоминать о своем обещании, а эти должны были знать, что он там, но он не смог. Мне тоже ничего не надо, совершенно, но я хочу, чтобы город жил. Я не хочу видеть это рабство. Я сейчас взяла недаром этот флажок. Я слышала Путина, что он сказал, восстановление России начнется с Севастополя. И я хочу сказать, коррупция, строительство кадетских корпусов, каких-то уже памятников, тащат сюда все, тащат на наш мыс Фиолент фестиваль. Там нельзя с этой стороны народ, люди дома, с этой стороны монастырь, а там будут изгаляться россияне в каком-то фестивале. Да нельзя так. Нужно сейчас навести порядок и показать всему миру, Владимир Владимирович, что ты пришел и освободил нас. Ведь мы же не получили свободы, мы только поменяли флаг, а свобода осталась та же. Вот представьте на секунду, что пришла бы сюда Турция, мы бы не поднялись. И ведь эти же гниды, поползли бы и служили уже тут, там, и туркам. У них нет родины, у них нет чести и совести, у них только одно – карман. И как можно? Ведь все знают в России, все эти партии, и Нарышкин. Я честно говорю вам, знают, потому что на протяжении этих лет я ездила в Москву и сдавала на них документы. Но почему-то опять все вместе. Опять получается так, что у бизнеса нет совести и нет отечества. А мы с вами должны отстоять и заставить президента России понять, что мы не россияне и не Москва. Мы русский город. И мы сейчас с вами перешли в четвертую оборону. Мы должны немедленно вернуть все наши коммунальные предприятия, наши коммунальные магазины. Смотрите, магазин «Ландыш». Потом там рядом был, помните, военторг. Там какой-то татарин имеет этот магазин. Рядом магазин «Ландыш». Кто это продавал, мы знаем. Это Харкисов. Когда он был заместителем Ермакова, он все вывел из коммунального предприятия, все попродавал. И теперь называется «Большая армянская наша большая морская». Молокозавод обанкротили дотла. Людей выгнали без зарплат. Продали все в Турцию. Весь пищевой металл. Алюминий пищевой такой дорогой. Кто будет отвечать? Мы надеемся, что придет Россия и наведет здесь в порядке. А нам говорят в Следственном комитете, а мы будем заниматься преступлениями с 18 марта. А то, что было в иностранном государстве, мы не будем. Будут. Мы должны заставить. Мы должны остановить все, что здесь творится. Мы должны вернуть нашу дикую омегу. И из этих дворцов отдать нашим детям. И пусть наши дети там отдыхают в лагерях. Еще назвать совести хватило себя Андрея Первозванного. Боже мой, я бы ехала по этой улице, когда меня повезли. Ребята, одно варьё. Они белые там. Поэтому я вас призываю. Ничего не бояться. Мы с вами, народ. Мы шли с вами. Вот я там вижу женщину, что-то возмущается. Когда-то моя мама мне сказала. Но вот так повелось, что русский народ все время ищет идола. И кому-то должен преклоняться. Да и не должны мы никому преклоняться с вами. Я вам тогда говорила, что Чалый, которому все время кричали Чалый, Чалый. Чалый – это миф. Помните? Я говорила. Это миф. Это миф, который должен сделать сейчас это дело. А потом начнется наша с вами жизнь. И мы её должны построить так, чтобы не быть рабами на своей земле. Виденстве мы сила. И слава богу, что мы с вами русские. Уважаемые товарищи, Андрей Ситников. Общественная организация «Город Севастополь». На этой неделе законодательное собрание в первом чтении приняло о нашей собственности решение о собственности. Имеется в виду о тех госпредприятиях, которые были у нас. Которые создавались вами, вашими отцами, вашими близкими людьми. О той земле, которую поливали кровью наши деды и отцы. Они приняли это решение тихонько, без всяких громких обсуждений. Что наша собственность и наша земля останется у тех арендаторов, которые пришли к нам за 23 года на нашу землю. Вы представляете себе, товарищи? Какие это люди, по каким схемам они сюда заходили. Эти схемы были узаконены в Украине. Как официальная государственная схема отъема имущества и земли. Я хотел вам рассказать об одной такой, которой я сейчас занимаюсь длительное время. Это схема Чао Артвин. Сельхозпредприятие. Краткая картинка. 1400 гектар взяло за бесценок в аренду у министерства тогда сельского хозяйства. Вы знаете, где сейчас министр сельского хозяйства Украины? Знаете? В розыске. У него изъяли все имущество и сейчас накладывают аресты. Вот это вот передавалось нашим городским советам. 1400 гектар. Хозяйство миллионер. Миллионер. 2800 гектар это площадь Ленинского района. И вот 1400 это лучшие виноградники, сады. Мы сдаем за бесценок. Кто подписывал? Дойников. Эти гектары, товарищи, сопоставимы с тем... Я сейчас расскажу, кто дальше там был. Потерпите минутку. И вот эти гектары, десятки, они сопоставимы с ценой аренды офиса в центре. Как можно гектары виноградника, которые стоят миллионы гектар, отдать за бесценок? Дальше. Кто учредители? Учредители Чауэр Твин, компания, которая до 2009 года не имела вообще ничего. Известные фирмы. Фирма Александра Януковича. Фирма Бориса Колесникова. Фирма Ахметова и Дельвейс. Вы знаете об этом? Что у вас отдали половину Ленинского района этим людям? Нет. Нет? А почему вы не знаете? Потому что вот там никто не сопротивлялся. Потому что когда к ним обращались жители, они сдали подступы к Севастополю без боя. Что происходит сейчас? Сейчас наших селян травят. Травят пестицидами. Прокуратура города длительное время покрывала это. СЭС, экологическая инспекция, коррупционный сговор этих людей уносил жизни моих односельчан. У меня на улице Севастопольской, справа от меня больные онкологические, слева от меня в соседнем доме. В моем доме есть онкология. И что? Мы этого заслужили? Сейчас, когда все предприятия за границей в Голландии и то Артвин арестовали. Артвин холдинг. Европейцы сообразили, что надо заморозить счета. Потому что это коррупционная схема европейцев. Украина объявила его в розыск Александра Януковича. Слабого офиса в Москве он Артвина закрыл свой. Почему же у нас тут на территории России мы до сих пор не можем принять правильных решений? Сейчас эти виноградники, сколько раз они должны обрезаться? Три раза минимум. Сколько раз они обрезаются? Все предприятие сейчас отжимается, громаде ничего не остается. Виноматериал весь вывозился на материк. При этом арендовать это предприятие хотели наши крымские производители. Многие другие производители, Новый Свет, они хотели выпускать наше крымское вино. Они хотели иметь под боком виноматериалы. И что теперь? Теперь у нас военнослужащие, которые служат на Черноморском флоте, жители нашего села, не могут купить кисточку винограда по цене, как было в совхозах. Наши школы, наши детские сады. Никто сегодня не получает никакой благотворительной помощи. Это совхоз, да это пародия, это я не знаю даже как назвать. Это паразитизм на нашей земле. И я призываю товарищей, вот таких паразитов, их много, там есть заводы судоремонтные, есть другие предприятия, тщательно проверить. Тщательно, потому что рабочие сегодня на них получают минимальную зарплату. Две тысячи, даже меньше. Да там и рабочих наших не осталось. У нас на предприятиях, где работало тысяча человек из нашей Бельбекской долины, сейчас остались единицы. Сейчас мы готовимся там к химической атаке очередной. Им запретили опрыскивать ближе 500 метров. Они подбираются как на танках, как враги. Они сейчас опрыскивают в 500-х, в 300-х. Сегодня в 20 метрах от наших домов эти сады, в 40-ка, они их с нарушением взяли. И вот они готовят уже в ближайшие дни очередное опрыскивание. И если СЭС, и если опять городская власть будет молча наблюдать за этим, мы эти танки остановим сами. Эти трактора не пройдут. Я призываю казачьей организации, там живет очень много русских людей, прийти туда и защитить севастопольцев. Ура, товарищи! Ура! Здесь есть кто-нибудь среди нас, кто против Путина? Нет! А я скажу, кто здесь против Путина? Те, кто сейчас предают его и подставляют. Путин что сказал? Здесь должна быть в Крыму, в Севастополе зона без коррупции. Все делается наоборот. Сегодня ровно месяц с того дня, когда вооруженная автоматами и гранатами банда ворвалась на судоремонтный завод и сбила трех человек. Эта банда была направлена к Ординационным советам по обеспечению жизнедеятельности города. Кто направил? Кто? Литвинов, в первую очередь, потому что под ним это была силовая структура. Там были замечены люди из распустившегося на тот момент рубежа и несколько сотрудников СБУ со спецоружием. Они выдавали себя за спецназ ФСБ. Есть куча заявлений в милицию, в следственный комитет. Было отправлено в администрацию президента в электронном виде обращения. Пока тишина. То есть то, что было в 90-х, продолжается сейчас. Теперь идет беспрецедентный захват земли в городе. Это проблема такая, номер один здесь. Сейчас же мораторий. Никакого моратория нету, никто его не объявлял. На несколько строек губернатор наложил вето на момент проверки. Но где гарантия, что эта проверка прокурорская запретит эти стройки? Кто у нас сейчас в прокуратуре, мы все знаем. Так вот, против людей уже нанимают гоблинов, боевиков, которые в бронежилетах нас встречают там, в парке Победы. И кидаются на людей. Я сейчас хочу сказать всем молодым людям, борцам, рукопашникам, людям, прошедшим боевые действия. Если вас будут пытаться нанимать вот эти ублюдки, застройщики, для того, чтобы вы помогали им отжимать нашу землю. Ну, первое, это вас просто сметут, потому что людей много, и людей ничего не остановит. Второе, мы тут уже посоветовались, вас всех будут фотографировать, именно вас, фотографы, с хорошими объективами, крупным планом. И ваши милые лица будут выставлены на доску позора и в интернете, и еще где-нибудь мы ее сообразим, придумаем. Поэтому подумайте, не продавайтесь за деньги, не предавайте севастопольцев, а землю свою мы будем защищать, и нас никто не остановит. Спасибо губернатору Севастополя за то, что он, как мы все знаем, остановил захват земли в парке Победы. Уважаемые севастопольцы, я хотел бы сказать несколько слов о коррупции. Все мы знаем, что это негативное явление, но давайте вначале разберемся, что обозначает это слово. Согласно определению, коррупция – это преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом своих властных полномочий и доверить ему прав в целях личного обогащения, противоречившись законодательству и моральным установкам. Коррупция также называет подкуп должностных лиц, их продажность, что типично и является нормой для мафиозных государств, которым являлась Украина. Многие виды коррупции, аналогичные мошенничеству, совершаемые должностным лицом и относятся к категории преступлений против государственной власти. Это что касается определения самого термина коррупция. Но мы все хорошо знаем, что вывести коррупционера на чистую воду и поймать его за руку довольно сложно, практически невозможно, так как в этот процесс вовлечены должностные лица самых различных структур, в том числе правоохранительной и судебной власти. Конфликта, который возник в июне 2012 года, состоит в том, что слесарь Гаргаза выписал акт, что газовый счетчик неисправен, у него остановка счетного механизма. По действующему на тот момент закону этот же слесарь должен был обязан в течение трех дней счетчик снять и отправить на экспертизу. Но он этого не сделал. Ровно через год, хотя все это время счетчик продолжал работать, а хозяева платить за газ, он снова появился. И сделал некий расчет и оказалось, что жительница этой квартиры стала должна Гаргазу 24 922 гривны. Ну в общем ни за что. На самом деле это проделки самих сотрудников Гаргаза, которые после того, как их предприятие приватизировали, получили прямое указание любыми законами и незаконными способами, увеличивая доход своего хозяина. Почему должны страдать обычные жители Севастополя? Ирина Кузьмина дважды ходила на прием в Савину, чтобы разобраться в этом вопросе. И дважды он заявлял, что если у вас нет денег, то возьмите кредит. Если вы такие бедные, что не можете нам подарить 25 тысяч гривен, то сидите без газа. И дал команду отключить газ в частном доме. После этого наша организация дважды подавала иск в суд, но дело к рассмотрению по надуманным причинам не принималось. А несколько дней назад прислали заочное решение, согласно которому судья Гаркуша присудилась потребителям взыскать всю сумму, причем решение датировано январем месяцем. Вот и получается, что в коррупционной схеме замешано руководство Гаргаза и контролирующие органы, которые закрывают глаза на такие проделки монополиста и судьи, которые принимают нужные решения. Но это только один пример коррупции, а таких случаев в нашем городе большое количество. Я считаю, что прежде всего общественность должна публично заявить о таких признаках коррупции и требовать от властей безукоснительного соблюдения закона и права наших граждан. Очень хочется надеяться, что сообществом России мы сможем, если не победить это позорное явление полностью, то хотя бы свести его к минимуму. Спасибо всем, кто нерадушен к проблеме коррупции и пришел сегодня, чтобы поддержать нас в этой нелегкой борьбе. Спасибо. День добрый, севастопольцы. Я представитель инициативной группы «Защитим парк Победа застройки». Хочу пригласить сюда Наталью Афанасьевну, пиколога. Пожалуйста. А потом я продолжу, дополню. Дорогие севастопольцы, вы, наверное, знаете, что в четверг состоялось знаковое событие у нас в районе. Четыре гектара, которые должны были быть отданы под застройку. В общем-то, этот забор был снесен, и губернатор пообещал, что дальше стройки продолжаться не будет. Но вот у меня, в связи с тем, что мы находимся в России, я не хотела бы сейчас затрагивать некоторые политические моменты. В каждом федеральном образовании России существует закон о зеленых насаждении общего пользования. Поэтому, когда вот здесь сменилась вывеска на законодательное собрание, мы вправе ожидать от наших депутатов, которые стали теперь временно исполнять обязанности принятия таких законов, поскольку это уже законодательное собрание, прежде всего закона о зеленых насаждениях общего пользования. И выносив границы, границы Парка Победы. Вот это наша боль, это наша задача. Вот если депутатский корпус ответит на это реальным, за последние 20 лет вот в России существует норма ГОСТа зеленых насаждений на душу населения. У нас эта норма по сравнению вообще со всей Россией меньше в 2-3 раза. И это исчезло за последние 20 лет. Поэтому вот Парк Победы это наша боль. И депутаты, если они вместе с народом, я надеюсь, что, конечно, они должны начать свою законодательную деятельность с реальных дел. Защитить Парк Победы. Мы его садили. Это такое имя. Дорогие севастопольцы, хочу сказать два слова. Значит, нужно обязать вот этих, эту фирма «Интерстрой», которая загородила, где мы вот разгородили в четверг, они переломали там кустарники, можжевельника, который занесен в Красную книгу, обязать их либо добровольно, либо через суд подать на них, чтобы они эту территорию озеленили деревьями и кустарниками редких пород, чтобы сделали на этом месте ботанический сад. Это мое предложение. Кто за? У нас там реально много проблем. Как бы основная проблема сейчас – это застройка высшей сквера Банковской Академии, 1,7 гектара участок земли компании «Интерстрой». Мы требуем, чтобы наши хомячки проголосовали за разрыв декларации и выделение земельного участка, это раз. И за их счет, за счет компании «Интерстрой» благоустройство, это раз. Два, за счет компании «Карбон», которая на стрельбище стоит жилой комплекс «Викторий Хиллз», проверить там документы и тоже по возможности разорвать декларацию. И чтобы они возмещали ущерб, нанесенный парку «Победы» вследствие прокладки кабеля и траншеи, которая идет через весь парк «Победы», это второе. Третье, остановили незаконную стройку возле вертолетного завода в зеленой зоне парка. Там якобы строится часовня в честь, в память третьей обороны Севастополя. Я не знаю, зачем она там нужна. И четвертое, в 18 шагах от уреза воды строительство пятиэтажного и горного дома, как мы уже и говорили, то есть, в принципе, очень хочется, чтобы они проголосовали за то, чтобы декларация была аннулирована и, естественно, там было произведено благоустройство. То есть, в принципе, требования очень простые. И самое главное требование, чтобы, наконец-то, они проголосовали за четкие границы парка «Победы». И у нас появился нормальный балансодержатель, а не КП «Приморский бульвар», который не заинтересован совершенно в том, что в парке было все хорошо. Оно заинтересован в том, чтобы там росли мафы, ларьки, и в озеленении как бы это предприятие не заинтересовано. То есть, если кто хочет что-то по парку дополнить, я прошу. Ну, дорогие мои, собрались, слушают всегда того, кто говорит мало. Так вот я коротко. Собралось молодое поколение. Я прошу вас от имени всех детей войны, я ребенок, простить нас за то, что мы, мое поколение, не удержало то, за что мои родители и многих здесь отдали жизнь. За ту Россию, из которой мы вышли 20 лет назад. И я думаю, что мое поколение, если хочет России, то только ту, где было можно получить в течение 10 лет жилье, можно было бесплатную медицину нам оказать и образование. Я не говорю, что это было бесплатно, если кто-то думает, что 20 лет назад мы бесплатно получали жилье. Нет, мы платили все нашими налогами. И за наши налоги нам строили это все. Поэтому прошу простить нас за то, что мы это сделали. И мы вручаем вам то, что не сделали сами. Пожалуйста, определитесь и помогите нам стать. Мы не можем, большинство из нас, уже стоять вот так вот среди вас и говорить то, что нам хочется, потому что мы не понимаем, какая теперь Россия и что в ней дорого. И вернем ли мы ту, из которой мы, в общем-то, нас... Да. Спасибо вам за все. Вот сейчас выступал Чунин Ермакова. Запомните этих лидеров. И, пожалуйста, передайте через своих друзей, знакомых, кого надо будет поддерживать на выборах 14 сентября. Потому что телевидение, доступ на телевидение будет закрыт. Сайты практически все будут тоже для нас закрыты. Поэтому большая просьба. Все, спасибо. Спасибо.